Большая глупость не монетизировать такую огромную аудиторию. То есть и Ким, и Кайли, если у вас такая идея, таким образом использовать видеоканалы, даже не лезьте в эту тему. Соцсети насколько могут давать очень крутые результаты, настолько могут просто уничтожить весь ваш бизнес, уничтожить все ваши бюджеты и вашу компанию. Ваши подписчики говорят, я не за этим сюда пришел. Итак, с вами Юлия Трусова, на канале Московская Академия Экономики и Развития. И в этом видео мы поговорим с вами о самых лучших инструментах интернет-маркетинга. Мне подготовили несколько разных статей, которые набрали огромную популярность. В этих статьях написаны разные инструменты, их принято репостить, их принято обсуждать. Считается, что это прям такие супер-супер инструменты, которые должны применять все. И я вам расскажу, почему это полное дерьмо и нет смысла этим заниматься. Мне тут сказали, что я должна напомнить вам досмотреть это видео до конца, для того, чтобы вы не спускали ваши деньги на всякую фигню. И приступим. Первое, самое популярное на сегодняшний день инструмент интернет-маркетинга, это, конечно же, личный бренд. Я знаю, что многие из вас сейчас говорят, фу, она, значит, ничего не знает. Если она считает, что личный бренд это неэффективный инструмент, уходим отсюда. Оставайтесь и послушайте. Зачитываю. Не случайно знаменитости открывают свой бизнес. Кайли Дженнер создала свой бренд косметики. Ким Кардашьян бренд корректирующей одежды и так далее. И заметьте, что здесь было в самом начале. Не случайно знаменитости открывают свой бизнес. То есть, это люди, у которых уже есть аудитория. И большая глупость не монетизировать такую огромную аудиторию. То есть, и Ким, и Кайли изначально начинали не с бизнеса, а изначально начинали с какой-то там формирования своей медийности. И уже на основе той самой медийности они выпускают любой товар, любую услугу. И это будет продаваться всегда. Потому что у них есть охваты. Если у вас нет, ну, хотя бы там, 10 тысяч подписчиков, хоть в какой-нибудь соцсети, то, пожалуйста, не начинайте с формирования личного бренда. Потому что вы начинаете идти вот этим длинным путем. Если вы хотите зарабатывать деньги на своем бизнесе, то делайте в первую очередь бизнес, а не начинайте вот этой длинной дорогой. Сначала набираем аудиторию, формируем какой-то личный бренд, занимаемся пиаром, занимаемся медийностью, а потом уже начинаем продавать. Потому что вот на все это вам нужно будет много времени и очень-очень много денег. Если у вас есть время и деньги, вложите это время и деньги в формирование своего бизнеса, если бизнес и является вашей конечной целью. Другая ситуация. Если у вас есть личная потребность, если у вас есть личная необходимость стать известной личностью, ну, тогда ок. Но помните, что делать, формировать вот тот самый личный бренд, набирать медийность, набирать аудиторию и делать параллельно бизнес, скорее всего, у вас не получится это делать одновременно. Потому что и то, и другое требует полнейшего погружения и огромной концентрации. Зачем тогда тебе личный бренд? Кто тебе сказал, что у меня есть личный бренд? У тебя есть личный бренд. Я и мне занималась. Смотри, когда задают вопрос каким-то экспертом, ну, ведь у тебя же есть личный бренд, да? И вот почему ты делаешь, а мне запрещаешь? Я вообще не запрещаю. Я делаю свою работу. Я делаю свою работу хорошо. На мою работу приходят люди. Про результаты моей работы люди делятся друг с другом. И люди говорят, если тебе надо что-то про маркетинг, если тебе надо что-то про продажи, приходи к Юле. Я не занимаюсь тем, чтобы приводить на себя людей, а потом этим людям что-то предлагать. Дальше, когда у меня наберется огромная аудитория, так сложится в моей жизни, я, конечно же, буду продавать что-то еще этой аудитории, потому что, ну, это разумно, это правильная логика. Личный бренд сформируется сам по себе, если ты будешь делать свою работу качественно и хорошо. Почему я постоянно против личного бренда? Потому что я знаю, что есть куча курсов по личному бренду, где учат, что себе сказать, во что одеться, что сделать, с кем дружить, оттопырить мизинчик, затопырить мизинчик и прочее, и прочее, и где якобы вот это вот все сделает из тебя какой-то личный бренд. Нет, это ты что-то будешь пытаться донести людям о себе, чтобы они думали, что ты такая или такой. А есть еще такое выражение, что личный бренд это то, что скажут о тебе люди, когда ты покинешь комнату. Так вот, когда ты покидаешь комнату, и люди о тебе что-то говорят, это будет говорить либо о их уровне воспитания, либо о их восприятии тебя сейчас в данном моменте. Предположим, ты где-то в каком-то новом обществе, ты приходишь, я не знаю, там в сопровождении молодого красавчика, ты сидишь, кайфуешь, расслабляешься, и про тебя говорят, она сука, и ты уходишь. И вот эти люди, они не знают, кто ты в профессии, какие результаты ты даешь, что ты умеешь делать, какая у тебя репутация, как у профессионала, ты для них сука. Какая нафиг вообще связь с личным брендом? А если я вот продаю себя я СММщик, я фрилансер, как мне не развивать личный бренд? Я же должен всем сказать, что я СММщик. Смотри, всем рассказать, что ты СММщик, это не то же самое, что сделать личный бренд. Ты расскажешь всем, что ты СММщик, копирайтер, кто угодно. С какой целью ты это говоришь? Чтобы люди кому-то другому рассказали о том, что ты СММишь, и к тебе можно обратиться. Смотри, что здесь будет. Я скажу всем, что ты СММщик, каким-то своим друзьям, и мои друзья скажут, а напомни мне, кто там у тебя СММит? Я скажу, она. И они скажут, ну какая она? Скажу, как девчонка нормальная, как СММщик, я вообще не знаю. И вот здесь должны быть результаты твоего труда. То есть, если ты много рассказываешь всем, что ты СММщик, но ты не даешь никаких результатов, у тебя нет наработок, у тебя нет отзывов, у тебя нет кейсов, ты не знаешь, как работать, то никакого личного бренда у тебя не будет. Ты будешь какой-то девочкой, которая всем рассказывает, что она СММщик, не более того. Обратите внимание на тех, кого вы считаете сильным личным брендом. И вспомните их путь, если есть такая возможность, с самого начала. Чем они на самом деле в самом начале занимались? Они занимались тем, что рассказывали о себе, или они делали свою работу, и занимались тем, чтобы о результатах их работы знало как можно больше людей. Это вообще про разное. Для того, чтобы приходили клиенты, для того, чтобы зарабатывать, тебе нужно, чтобы много людей об этом говорили, делай свою работу хорошо, и занимайся формированием лояльности своей аудитории, чтобы лояльная аудитория, не обязательно клиентов, а и не клиентов в том числе, говорили, что она классный специалист в этом, потому что я видел ее результаты, потому что я знаю, как она это делает, потому что лучше нее, я не знаю больше никого. Поэтому, если вам вдруг захочется развивать себя как личный бренд, то в первую очередь подумайте о том, умеете ли вы делать ту работу, в сфере которой хотите стать каким-то брендом. Сначала учимся делать классно ту работу, которую вы хотите делать, и только потом вот эта медийность, эта популярность к вам придет, как побочный результат. Следующий инструмент интернет-маркетинга, о котором пишут везде всегда и очень много, это таргетированная реклама. И здесь небольшая вырезка из статьи. Таргетированная реклама позволяет найти свою целевую аудиторию среди всех пользователей и продемонстрировать ей рекламу. И вот здесь ключевое, это инструмент, который позволяет найти вашу целевую аудиторию. И вот ошибку здесь многие допускают в том, что не прорабатывая целевую аудиторию, критерии выбора, не прорабатывая убедителей своей целевой аудитории, запускается реклама, и она не срабатывает. Либо она срабатывает, но результата не дает. Ну, то есть, аудитория приходит, но не регистрируется, не подписывается, не покупает и никогда ничего не делает с этим вашим предложением, хотя деньги они вам уже скликали. Про ошибки в таргетированной рекламе я говорила раньше вот в этом видео, поэтому обязательно переходите, посмотрите это видео для того, чтобы больше не сливать деньги на дурацкую, неработающую таргетированную рекламу. Следующий очень популярный, очень классный инструмент интернет-маркетинга, это использование видеоплощадок. И использование видеоплощадок может быть насколько эффективным и настолько полным отстоем. Что пишут обычно, да? Каналы в Ютубе и ТикТоке нужны аудитории, которая хочет узнать что-то полезное и одновременно интересное в очень короткий промежуток. Поэтому нам говорят, снимайте короткие видосики, отвечайте на какие-то боли нашей целевой аудитории, и они к вам пойдут. И до съемки этого видео я задавала вопросы, а что же делать в маникюрной студии? И мне рассказывают, что, ну, например, можно снимать там семь убийц ногтевой пластины в зимний период. И вот я говорю, а что дальше? Ну, дальше придет аудитория, они посмотрят ваши видео, и вы им скажете, и приходите к нам делать там что-то с ногтевой пластиной, и они к вам придут. И вот здесь такой вопрос, а можем ли мы остановить как-то раскрутку нашего видео по локальной аудитории? Ведь салон красоты или маникюрная студия, они находятся где-то в какой-то локации. И понятно, что из Петербурга в Москву вряд ли полетят чинить свою ногтевую пластину, ну, это ненормально, да? А если, тем более, речь идет о каком-то там районном городке, видео будет раскручиваться по всему миру, его будет смотреть весь мир, его даже будут, возможно, репостят. То есть вы получите какие-то охваты, получите ли вы клиентов в ваш салон из-за этого видео. И вот здесь можно сидеть и надеяться, вот этот любимый маркетинг, надеемся, что мы что-то делаем и надеемся, что они к нам придут. Он очень часто убивает бюджеты, убивает веру, убивает силы, убивает настроение вообще любое к работе. Поэтому, если у вас такая идея, таким образом, использовать видеоканалы, даже не лезьте в эту тему, потому что вы будете тратить деньги на производство классного, крутого, красивого контента, который люди будут вирусить, репостить, и вы с этого больше ничего не будете получать. Ну, я не знаю, что там, будет нравиться, что у вас есть какие-то подписчики вас лайкают. Видеоплощадки можно использовать для локального бизнеса, если вы эти видеоплощадки правильно встроите в маршрут движения вашего клиента. То есть, что обычно предлагается? Снимать видео для того, чтобы увеличить охват и среди вот этого огромного охвата надергать себе хотя бы парочку человек. На самом деле, я бы работала не так. Для начала, вы таргетом или работой в соцсетях, вы приводите конкретную локальную аудиторию к себе на сайт, либо к себе на какую-то из соцсетей. Дальше заинтересованные люди, они обращаются к вам за конкретно какой-то услугой, не знаю, товаром и так далее. И вот этими конкретными болевыми видео вы дожимаете своего клиента. Вы показываете, что вот эта услуга у нас делается вот так, при помощи таких инструментов и материалов. Вот эта услуга дает вот такие результаты, а вот наши отзывы, а вот как это бывает в плохих местах. И тогда ваше видео будет работать, то есть вы не на привлечение трафика его включили, а на дожим трафика. То есть любой интернет, инструмент может быть офигенным и может быть просто полным дерьмом, в зависимости от того, как вы его встроите в цепочку движения вашего клиента, в сценарии выборов, в сценарии покупки. Если вам кажется, что я в чем-то ошибаюсь, я где-то не права и вам хочется со мной поспорить, пожалуйста, пишите ваши комментарии под этим видео, я с удовольствием вас почитаю и, может быть, поспорю. Следующий инструмент, о котором очень много пишут, это нативная блогерская реклама. И подробнее, да, нативная реклама это органично встроенная реклама, которая может попасться в статье или в видео у конкретного блогера. И вот сейчас вспоминаем наших конкретных блогеров, которые якобы от всей души хотят поделиться с вами какой-то рекомендацией и мы действительно ей верим этой рекламе, да, мы даже не замечаем, что это реклама. Проходит следующий день, мы видим, что завтра он советует что-то еще, послезавтра что-то третье, а через неделю он советует вообще противоположное тому, с чем согласились мы. И вот как вы думаете, сейчас аудитория не замечает вот ту самую нативную рекламу или аудитория уже четко знает, что это реклама, эту рекламу проплатили, я не знаю, верить тебе или не верить. И очень часто вот эта нативная реклама вызывает сопротивление, то есть реклама не должна быть под видом типа ой, друзья, там вы тысячу раз спрашивали и вот я вам посоветую, пускай ваш блогер, у которого вы покупаете рекламу, скажет, что это реклама и это будет профессионально, классно, чисто выстроенная реклама, по которой люди перейдут. Вот и хочется добавить, что аудитория у блогеров не такая наивная, как в 2014 году, когда вот, чтобы блогер не посоветовал, все толпой туда шли и все это скупали. На сегодняшний день абсолютно все подписчики любых каналов и любых блогеров понимают, что реклама это хлеб блогера, это основной заработок, что блогер генерирует эти тонны контента не потому, что ему в кайф, а потому, что это и есть его работа генерить этот контент и он с чего-то зарабатывает деньги, зарабатывает он с рекламы. Поэтому, если все-таки вы думаете, что в вашем случае лучше сработает нативная реклама, выбирайте блогера, который не бомбит рекламу каждый день или каждую неделю, выбирайте блогера, который не делает рекламу, она будет дорогой, но она реально выстрелит, Либо блогера, который делает очень редко, там раз в месяц, два раза в месяц рекламу И следите, что было до этого Не рекомендовал ли он что-то противоположное вашему предложению И про блогерскую рекламу, как подробно ее закупать Как отслеживать эффективность, как правильно выбрать блогера Я уже снимала видео Поэтому я вам советую подписаться на этот канал Включить уведомления, потому что здесь очень много уже записанного материала И я буду еще записывать тонны-тонны материалов Это еще не все Следующее, что бы вы думали, это конечно же SMM Маркетинг в социальных сетях И вот что мы здесь видим Соцсети давно уже стали рекламным инструментом Если раньше наши соцсети нужны были для того, чтобы общаться с друзьями и родственниками Делиться с фотами друзьями То сейчас соцсети это место, где продавец может найти своего покупателя и наоборот И там примеры приводятся разные Что компания может прийти в инсту, раскручить свой аккаунт Набирать подписчиков и что-то этим подписчикам продавать Соцсети насколько могут давать очень крутые результаты Настолько могут просто уничтожить весь ваш бизнес Уничтожить все ваши бюджеты и вашу компанию Особенно если у вас товар или у вас какой-то локальный бизнес Ну типа там салон красоты И вы ведете свой инстаграм или свой там вконтакт, ютюб Просто для того, чтобы набирать подписчиков А потом эти подписчики как-то будут покупать То вы попадете в такую очень частую ловушку Подписчики есть, охваты есть Люди комментируют, люди лайкают А покупок, продаж нет Или они крайне мизерные В чем здесь будет ошибка? Ведь это две разные цели Набрать подписчиков и продавать Две очень часто слабо пересекающиеся цели Набираем мы подписчиков при помощи генерации Какого-то интересного, любопытного контента Продаем мы при помощи продающих постов То есть мы описываем товар и говорим купи Когда мы набираем подписчиков на интересный контент Это к нам приходят потенциальные читатели И не каждый сммщик, не каждый маркетолог Может читателя перевести в категорию покупателя Что получается? Приходят подписчики Вы потратили очень много времени, сил и денег На то, чтобы привлечь этих подписчиков И потом, когда вы говорите Это можно у нас купить У вас начинаются отписки Потому что ваши подписчики говорят Я не за этим сюда пришел Я пришел сюда читать Мне здесь давали классный, интересный контент Почему вы начинаете? Что вы меня вводите в заблуждение? Это самая такая мягкая форма Что можно услышать в ответ на продающий пост Поэтому, как правильно делать? На самом деле нужно изначально Если ваша цель продавать через инстаграм Если ваша цель находить клиентов То вести нужно не на привлечение подписчиков Которых вы потом как-то будете убеждать купить А вы изначально приводите людей Которые уже ищут вашу услугу Или ваш товар И продаете вначале им И только потом, когда вы понимаете Что вы уже условно выгребли весь рынок готового спроса Вы только тогда начинаете заходить в рынок Где спрос только формируется или еще не сформирован И это вообще другие инструменты Это не про то, как набрать себе сотни тысяч подписчиков Учитывая, что вот подобные статьи бесконечно репостятся Рекомендуются, рассылаются друг другу в личке Люди хотят понимать, что на самом деле работает Какие маркетинговые инструменты будут применимы в этом году, в следующем И так далее, и так далее Эти статьи не ответят на ваш вопрос Потому что там нет конкретики Потому что это устаревшая информация Неактуальная и недостоверная И для того, чтобы узнать, что сейчас реально в тренде В интернет-маркетинге Переходите по ссылке в описании под этим видео И скачайте гайд актуальных инструментов в 2022 году И последний на сегодня инструмент Который всем рекомендуют И говорят, что это чудо-чудное Это контекстная реклама Контекстная реклама Это та реклама, которая появляется у вас Когда вы забиваете какой-то запрос в Гугле или в Яндексе Контекстная реклама, конечно же, всегда работала, работает и будет работать Если ее тоже правильно встроить Если вы понимаете, что те ключевики, по которым вы закупаете рекламу Работают на продажу вашего товара или вашей услуги То, конечно же, ее нужно запускать Нет такого, что это лес вообще И туда не надо лезть, если не знаешь Ну, это непросто, потому что Отслеживать эффективность Сложнее Найти свои ключевики Сложнее Она практически непрогнозируема Может вырасти в цене Ты можешь зайти То есть для того, чтобы работать с контекстом Либо тебе нужно изучить контекст Либо тебе нужно брать хорошего контекстолога Но даже когда ты берешь хорошего контекстолога Ты все равно должна разбираться в контексте Потому что, ну вот смотри, какая очень часто ошибка Бывает неправильно заполнен description И ты вроде как и клики получаешь Но ты не получаешь целевого клиента Нужно четко понимать Следить не только за тем, как внутри выстраивается реклама А и что видит клиент Вот в таргете это очевидно А в контексте это не очевидно Почему я отнесла это к фиговым рекомендациям Потому что понятно, что люди, которые гуглят И ищут информацию о том, что работает в этом году В интернет-маркетинге Скорее всего, это либо новички Либо те, кто не новички Но только пытаются, я не знаю, добавлять какие-то инструменты И вот когда ты видишь вот эту рекомендацию Что контекст это очень классный инструмент Берите, делайте, потому что все так делают Многие заходят в этот инструмент И скликивают огромные деньги И потом говорят, да ну, это полная фигня Оно не работает Это не фигня Контекст прекрасно работает Если контекст настраивал профессионал А не дилетант Поэтому, если вы не изучали контекст Не надо туда заглядывать Сначала изучите контекстную рекламу И только потом вы сможете уже заходить И делать какие-то выводы Причем желательно, чтобы вы настраивали И получали от кого-то обратную связь Так ли ты работаешь Чтобы вы видели на практике все свои ошибки И даже иногда нанимать контекстолога Не имеет никакого смысла Потому что для того, чтобы контекстолог хорошо работал Вы ему должны поставить правильное ТЗ Когда вы не знаете, что должно быть в ТЗ для контекстолога Он будет настраивать, опираясь на какой-то свой предыдущий опыт Насколько он встраивается в ваш бизнес Вы даже не будете понимать и представлять точно так же, как и он И вы сначала убьете кучу денег И только потом узнаете, что, блин, мы что-то делали не так Если для тебя контекст Это единственное солнце в окошке Свет в окошке И ты рассчитываешь, что наконец-то Вот же, вот же оно, есть классный инструмент И контекст приведет мне наконец-то клиентов И я, блин, наконец-то заработаю бабки И ты берешь свои последние, единственные бабки Вкладываешь в рекламу Пожалуйста, не делай этого Потому что контекст запускается не на последние деньги Контекст Это инструмент, который ты дополнительно вводишь Когда у тебя уже что-то хорошо работает И у меня для вас один большой совет Если вы ищете актуальную, достоверную информацию в сфере маркетинга Подпишитесь на этот канал Потому что на этом канале мы не собираем статьи из интернета И не переговариваем то, что принято говорить На этом канале мы говорим правду о маркетинге Основанную на цифрах, на исследованиях и на практических навыках А на этом у меня все С вами была Юлия Трус До новых встреч, пока-пока